Добрый вечер из Израиля, Рубен Хаскин и доброго времени суток всем, кто с нами находится в другом представном поясе. Наш цикл лекций «Иудаизм в современном мире» — сегодняшняя тема «Смысл истории. Еврейское прочтение исторического бытия». Мы затронули уже тему иудаизма и истории, взаимоотношений, немного говорили о историографии и историософии на прошлой лекции, и, если вы помните, я приводил довольно интересный пример того, как мудический иудаизм, на первый взгляд, как бы игнорируя историю, приводит нам несколько интересное такое толкование, которое можно назвать историософским. В этом я привел пример, знаменитый пример истории Камцы и Барканцы. Сегодня мы посмотрим с вами на эту тему немножко под другим углом и поговорим о том, как на самом деле вот это понимание смысла в истории, насколько это важно вообще для еврейского подхода. Поэтому тема сегодня «Смысл истории. Еврейское прочтение исторического бытия». Я хотел начать с цитаты довольно известного еврейского философа XX века Левинуса. Ваступить в цитаты. Сейчас, секундочку. Первая цитата, мы откроем ее. Один из его отчетов, который называется «Трудная свобода», вот что пишет Эммануэль Левинус. Он в этом отчете довольно много говорит о еврейском отношении к истории, и мы несколько раз сегодня будем проводить цитаты из этого статьи. «Юдаизм глубже, чем история. Не от нее он получает смысл и не делается ее добычей. Вот почему он не ищет освобождения от времени в статусе мертвой цивилизации, вроде античной Греции или Рима. Эти последние подвержены ходу событий даже в своих могилах. «Когда я умру, говорил, ну я вообще не знаю, почему здесь говорил, что буквы, а, это явно, это безграмотно тут у нас. Раби Иосиф Беркисму ученикам, заройте мои останки поглубже в землю, ибо ко всем парням Вавилона однажды будут привязаны кони-персы, и не будет в Израиле гробница, которая не послужила бы корытом для овса коням-медийцев». Комментирую это, говорит Эммануэль Левинус так. «Презирая эту ложную вечность, иудаизм всегда хотел быть одновременно и вовлеченностью, и свободой. Человек в любви всех увлеченных в жизни, тот, кто не может молчать, пророк». А роли пророков в еврейском понимании истории мы еще поговорим сегодня. И вот здесь Левинус приводит пример такого человека, пророка. «Есть также и самый обособленный человек, менее всего способный в стадии институции. Только ложный пророк разделен официальными функциями. Игра, что добреньем рассказывает, как Самуила вклонял все приглашения во время странствования по Израилю. Посуду он нес с собой собственные шатеры и собственные утвы. Библия приводит эту идею независимости даже хозяйству, вплоть до того, что изображает пророка Илью, питающимся ворона». Есть несколько интересных мыслей Левинуса. И вначале я хотелось с того, что действительно, с одной стороны, вроде как иудаизм, лекция, которая очень интересуется историей. И самая широко приводимая цитата из Тора, цитата из главы Айзину, которую в прошлой лекции я приводил, в которой мы начали наш разговор об иудаизме истории. Тора говорит нам о том, что не просто нужно помнить то, что происходило в прошлом, необходимо понимать бину от слова бина, постигать то, что происходило в прошлом, учить историю, как рассказывает нам Тора, это очень важно, изучать историю, понимать ее очень важно. И Рапшиша, Рафоль, Гирш делают из этого вывод, что вообще изучение истории – это наша религиозная обязанность. Это с одной стороны. С другой стороны, как мы с вами видели, в общем-то, у нас есть огромное количество примеров из Талмуда, на прошлой лекции я привел лишь один, того, как еврейская традиция как бы, в общем-то, избегает описывать то, что на самом деле происходило, приводит нам какую-то мифологическую версию истории. И мы можем увидеть, что Левинос, в общем, обращается как раз к этому и говорит нам о том, что иудаизм глубже, чем история. Иудаизм не ищет смысла в истории, иудаизм наделяет историю смыслом. И в этом Левинос видит аспект, очень важный аспект того, как иудаизм одной ногой находится в вечности, а другой все-таки вовлечен в то, что происходит в мире, но не сливается с событиями этого мира, не растворяется в событиях этого мира, а придает понимание событиям того, что происходит в мире, исходя из его собственного еврейского осознания и постижения. И это очень важная идея, о которой мы сегодня еще поговорим. Ведь действительно все цивилизации древности так или иначе хотели оставить их память, все великие правители хотели оставить их память. Мы знаем, что история полна описаний великих битв, сражений. Была придворная история, которую писали царедворцы-летописцы. В еврейской традиции мы не находим практически никаких отдалов, как это. Даже исторические, казалось бы, исторические события, то, как они описаны в книгах Таната, описаны под углом взаимоотношений еврейского народа и Творца. Можно открыть практически на любой странице книгу судей и убедиться в этом. Поражение – это всегда результат того, что великий народ не слышит голоса Творца. Победы, которые великий народ одерживает, это не победа оружия, это победа еврейского духа. И попытка утвердиться в вечности родителями, которые строят пирамиды для него Египта или какие-то еще замечательные строения. Об этом очень хорошо все время сказал другой наш философ, тоже 20-го века, Авраам Хешель, который сказал, что когда народы мира строят, в пространстве еврейский народ строит во времени. И действительно, мы не оставили после себя всех этих грандиозных строений, но мы и есть тот самый народ, который, может быть, демонстрирует с одной стороны удивительную современность. Посмотрите, образование государства Израиля в 20 веке. Тому имя Израиля, которое смотрит на нас со страниц Торы, со страниц Библии, казалось бы, с него уже можно сдувать пыль веков, а казалось чем-то очень современным. С другой стороны, одной ногой мы всегда находимся в вечности, и мы помним о том, что «Нетра Хесрея Лоиша Кер» в вечности еврейского народа нас не обманет. И именно под этим углом, нашими взаимоотношениями с Творцом, мы и смотрим на ход исторических событий, на то, что происходит с нами. Здесь я хотел привести цитату из еще одной очень интересной книги. книги есть, но я заранее прошу, может быть, прощения за несколько корявый перевод, я не нашел в русском языке. Книга в оригинальной, написана по-английски. И автор этой книги Хьюстон Смит интересен тем, что он описывает мировые религии под очень необычным углом зрения. Каждая глава книги посвящена той или иной мировой религии, с которой, в общем, Смит был знаком достаточно близко. Смит – это своего рода пример, современный, может быть, пример Литро, человека, который родился в Китае в семье христианских миссионеров, довольно много времени провел в Индии, где он изучал индуизм и гуддизм и практиковал эти религии, а в итоге его дочь перешла в иудаизм, и с иудаизмом его знакомство тоже достаточно близко. Поэтому практически каждая религия, которую он пишет в этой книге, это подход человека не столько антрополога или не столько какого-то светского исследователя той или иной веры в религии, а это попытка показать язык, язык, который привносит эта религия, эта цивилизация в копилку мировой истории. И очень интересно, что в главе об иудаизме Хустен Смит все подразделы. Главы об иудаизме начинают со слова «мени», со слова «смысл». Единственное из глав этой книги, глава, посвященная иудаизму, так много времени и внимания уделяют смыслу. И действительно, это неудивительно, потому что, как пишет предисловие в своей главе о иудаизме Хустен Смит, иудаизм – это религия, которая находит смысл во всем. Смысл страданий, смысл в нашем постоянном диалоге с Творцом и смысл в истории. Вот я сейчас приведу небольшой фрагмент цитаты из этой книги подраздел «Смысл истории». Вот что пишет Хустен Смит. Что поставлено на кон, когда задается вопрос о смысле истории? В смысле в истории. В чем на самом деле вообще вопрос? Зачем нам знать о том, есть ли в истории какой-то смысл, или может быть его нет? Ничуть не меньше, чем само наше отношение к устройству социума и общественной жизни. Если мы считаем, что история не несет никакого смысла, из этого вытекает, что нас не должны беспокоить социальный, политический и культурный контекст жизни. Наша задача будет в том, чтобы по возможности возвыситься над ними или просто их игнорировать. Ну и здесь, конечно, можно легко привести пример восточных религий, того же индуизма, буддизма или христианства, которые, в общем, мало интересуются бренном, тем, что происходит в этом мире. Причина здесь озвучена очень четко. Нас не интересует история, нас не интересует бренная. Еврейское понимание истории – полная противоположность такого индивидуального подхода. История в нем наделена глубочайшим смыслом. И вот здесь несколько моментов, на которые обращает наше внимание Смит. В чем же, собственно, смысл исторических событий с еврейской точки зрения? Во-первых, история важна, потому что она создает контекст, в котором протекает наша жизнь. Формулируя проблемы, обрисовывая возможности и обусловливая результаты наших усилий. То есть, на самом деле, это угол зрения, то, на что мы с вами обращаем внимание. Мы еще коснемся того, как это делает Тора. Ведь действительно мы с вами увидим, что, например, не все исторические события описаны Торой. Тора делает упор, но вполне определенные события, которые происходили, которые знаковые, которые важны для нее. К этому мы еще с вами вернемся. Во-вторых, если контекст столь важен, не менее важна и сама общественная жизнь. Или то, что мы называем социальным действием. Social action. Может быть, можно какой-то лучший перевод привести, но имеется в виду общественные действия, поступки, которые совершаются обществом. Не индивидами отдельно, а всеми вместе. Есть время, когда единственный способ изменить что-либо действует сообща. То есть, еще один очень важный аспект еврейской традиции. Если христианство и в целом западная цивилизация очень индивидуалистичны, еврейская традиция на самом деле все время обращается к общине. История – это то, что делается руками масс, руками большого количества людей. И поэтому вот такая общественная деятельность в еврейском контексте вообще очень важна. Мы знаем, что это верное в отношении Аллахии. Можно привести массу примеров здесь, начиная с самого простого – молитвы в Миньяне. Качественные изменения, когда у нас с вами есть община. То есть, общественная жизнь, все, что происходит в обществе, это чрезвычайно важно. И третье – история важна как арена возможного. Так как она, история, управляется форцом, в ней нет ничего случайного. Возможности, которые предоставляет история, тоже различного порядка. Здесь не все одинаково выделяется нами. Есть что-то, что более важно, чем другое. Это очень важно понимать. Некоторые из них сущностны. Некоторые из событий, которые происходят в истории сущностны, такие как избрание Авраама или исход. К истории нужно прислушиваться, потому что упущенные возможности не повторяются. И действительно, если мы с вами посмотрим на описание исторических событий Торы, первое, что мы с вами видим – история творения, творение мира и творения человека. А дальше тут можно привести такой пример. Те, кто в Нью-Йорке пользуется общественным транспортом, знают, что есть, например, B-Train, который приезжает большое количество станций без остановок. У нас с вами есть поколение, которое Торы нам сообщают буквально вкратце. Приезжает совершенно без остановок. Поколение, 10 поколений от Адама, первого человека, до Ноха. Наш с вами поезд. Приезжает без остановок. И делает следующую остановку на станции, которая называется Нох. О Нохе мы говорим подробно, потому что здесь есть какие-то сущностные вещи, которые нам важны. С Нохом после потопа заключен завет. И всем заповедям, которые даны человечеству, даны именно Ноху. После этого опять 10 поколений, и мы снова без остановки приезжаем до следующей очень важной станции – Авраам. И Авраам – это начало того, что мы с вами называем Нигер христианские ценности, авраамистические традиции происходят от Авраама. Собственно, это наша с вами еврейская точка начала, по большому счету. Дальше можно говорить о том, что следующие две очень большие и важные остановки, о которых Тора подробно говорит после про отцов. Вся книга, первая книга Торы, книга Берешит. Рамбан, Рабиба Шербан Нахман, называют ее «Сефаравод» книгой отцов. И здесь известно высказание мудрецов о том, что «Маосеравод Химан Либамин» – поступки, совершенные отцами, для нас с вами знак. Что можно, кстати, понять в лингианском ключе, как некие архетипы. Архетипы того вообще, что такое еврейство. Авраам и Цахрия Апо. События, которые с ними произошли в прошлом, это то, что на самом деле очень большое влияние окажет на нашу с вами жизнь. И по этой причине, возможно, еврейские мудрецы, когда отправлялись посланием выяснять какие-то проблемы, которые возникли с линскими властями, читали обязательно главу о взаимоотношениях Якова и Исаа, как рассказывает нам Талмуд. То есть в событиях прошлого видели некий паттерн, некое понимание того, как решать современные проблемы. И поэтому это не просто прошлое, которое как-то не связано с нами сегодня, оно играет очень большую роль в нашей сегодняшней жизни. И после праотцов еще две очень важные темы, которые Тора поднимает, это, конечно, тема исхода, тема выхода из Египта, где мы сталкиваемся с очень важной проблематикой того, что Бог, это не просто Бог, как мыслили его философы, которые, как говорил Аристофель, сотворил этот мир и, грубо говоря, ушел от дел. Потому что что ему до наших каких-то призрачных надежд и мелочных помыслов? Человек всего лишь букашка в этой огромной вселенной. Философ Аристофель не мыслит себе, что Господь может интересоваться таким несущественным маленьким созданием, как человек. Но мы знаем, что еврейская традиция говорит нам совершенно по-другому. Во-первых, человек сотворен по образу подобной. И во-вторых, что принципиально исход демонстрирует нам веру в то, что существует проведение, ажгаха. Всевышний управляет тем, что происходит в этом мире, и он не оставляет этот мир, а продолжает управлять общественными, политическими, социальными процессами. Он присутствует во всем, что в этом мире происходит. И исход яркое тому подтверждение. Именно по этой причине, кстати говоря, говорят наши мудрецы, мы все время упоминаем Всевышнего, как того, кто вывел нас из Египта. Хотя, казалось бы, больше хвалой, наверное, было бы сказать Господь Бог наш, который сотворил небо и землю, мы говорим, который вывел нас из Египта, подчеркиваю, именно этот аспект Творца, который влияет на все, что происходит в этом мире, и постоянно им управляет. Ну и, наконец, еще одна очень важная станция, которая для нас, конечно же, одна из центральных, это дарование Тора, которое описано в книге Моисеевым, и которое может быть центральное событие вообще еврейской истории. Я возвращаюсь к цитате из книги Смита. Мы говорим о том, что история важна так же, как арена возможного. Здесь мы видим, что есть события, которые происходят, и они очень важны и принципиально, которые Смит называет существенными, такие как избрание Авраама или Исход. И последний момент, на который он обращает внимание, это последнее. То есть то, что на самом деле события, которые происходят в еврейской истории, в нашей истории, они играют часто определяющий характер, и они уникальны. Уникальность событий и определяющий характер некоторых из них выражены в еврейском понимании божественного управления историей и избранного народа, который призвал реализовать замысл Творца. Тут у нас с вами есть одно странно-творец, и с другой стороны еврейский народ, которому обращен призыв Творца осуществить его замысел. И осуществление этого замысла народом может произойти только в контексте истории. Замысел должен осуществить не отдельный человек, хотя казалось бы избрали, заметьте, Авраама, но избрали Авраама и сказали ему, что будет у него многочисленное потомство. Из его многочисленного потомства был избран народ. И народ, в отличие от отдельного человека, фигурует именно в истории. Поэтому вот это избрание еврейского народа означает, что мы играем какую-то очень важную роль в истории. Понимание смысла истории для нас совершенно важных. Для евреев история, продолжая цитату из Смита, всегда представляла собой конфликт между замыслом Бога и человеческой неготовностью к его осуществлению. Еще одна очень важная тема, которую Смит здесь поднимает, которая действительно выделяет, может быть, иудаизм из большого количества других религий. Вот эта острота конфликта, которая присутствует здесь. Творец дает человеку свободу выбора. Это означает, что человек вправе выбирать зло. Творец дает цель своему творению, но при этом не заставляет человека этой цели следовать. Он хочет, чтобы человек своим собственным путем пришел к этому. Здесь конфликт, конечно же, неизбежен, потому что часть природы человека, как мы знаем, это зло, которое не имеет. И в результате эгоизм заложил баланс, как пишет здесь Смит, для социальной морали, общественной морали, ставшей визитной карточкой западной цивилизации. Понимание того, что жить нужно не так, как нам хотелось бы, не так, как комфортно, не так, как удобно, а жить надо так, чтобы реализовывать какие-то определенные идеалы в нашей жизни. То, что, собственно, мы и говорим, когда говорим о морали, о общественной морали, когда что-то не так, требуется внести изменения. И бритские пророки задали тон такому подходу. Здесь опять же можно говорить о том, что этот подход совершенно не само собой разумеющийся для человека религиозного. Кто сказал? Кто сказал, что нужно менять божественный порядок этого мира? Для восточных религий эта идея совершенно чужда и неприемлема мир устроен так, как он устроен, и не нам что-то в этом мире менять. Но здесь приводит Смит пример пророков, и не случайно, потому что пророки, наверное, самый яркий пример того, как Всевышний обращается к человечеству, обращается к еврейскому народу, и часто, как мы знаем, пророки в исполнении своей миссии сталкивались не просто с неприятелем или неприязнью по отношению к ним, а, в общем-то, мы можем вспомнить пример того же пророка Емьяо, который в глазах своих современников, когда он призывал не оказывать сопротивление вавилонянам, а сдаться, наверное, не был голосом Бога в истории, а был предателем. И его заточили в темницу. И в таких примерах мы видим массу того, как с помощью пророчества, с помощью пророков еврейский народ, с одной стороны, сталкивается с волей Творца, а с другой стороны, он очень часто не готов к пониманию этой воли, к пониманию замысла Творца. И конфликт здесь неизбежен. Но что здесь важно? Важно то, что пророки говорят нам о том, что несправедливость, которая есть в этом мире, зло, бесчестие, которое есть в этом мире, они не являются частью замысла или некой природы, это нужно и можно изменить. И вот такой подход к истории, такой подход к религиозному пониманию того, как этот мир должен быть устроен, на самом деле достаточно уникален и христизует иудаизм. Еврейские пророки задали здесь то, что они были мощной силой политической общественной реформы, как пишет Смит, которая не знала история, и равной ей нет и по сей день. Ну, действительно, на самом деле, институт пророков, если мы с вами просто на цитручку задумываемся о том, что эти люди никем не назначались, и имели надость такую еврейскую хуцпу приходить и говорить царям, что им делать. И чаще всего цари, даже не только праведные цари, такие как царь Давид, который, когда приходит им пророк Натан, и обличает его, заставляет царя вынести самому себе приговор. За такое вообще, как мы знаем, не только в древние времена, а современные правители, даже в демократических странах стараются избежать такой активной яркой критики, но аж в древнем мире, где господствовала абсолютная монархия, абсолютизм. Это было совершенно уникальной вещью. Мы видим, что царь Давид говорит всего лишь «Хатати лошен». Я согрешил, принимая, что слова пророка Натана это не выражение его личного мнения, а это что-то, что невозможно игнорировать, это голос Творца. Игнорировать это не может даже царь. Может быть, прежде всего царь не может. Но даже и неправедные цари, такие как Ахав, вынуждены были прислушиваться к голосу пророка, потому что было некое общее понимание того, что пророк наделен он авторитетом, который дал ему сам Творец. И хотя, казалось бы, люди этим авторитетом его не делили, Творец вложил в его ста слова, которым необходимо прислушаться. Часто эти слова вызывали гнев, сопротивление, нежелание их услышать. Тот самый конфликт, о котором здесь, в общем-то, и пишет Смит, конфликт божественной воли с человеческой неготовностью ее осуществить. Ну, на самом деле, если мы с вами говорим о глобальном подходе к истории и говорим о том, что в еврейском понимании история наделена глубоким смыслом и содержанием, стоит обратить внимание на то, как мы воспринимаем с высоты птичьего полета основные веки еврейской истории. И здесь я хотел, на самом деле, выделить три элемента. Три элемента, которые классически выделяют, если мы с вами хотим дать презентацию, всегда в любой презентации, в любом выступлении у нас есть начало, основная часть и заключение. Также и здесь, в еврейской истории, мы с вами можем увидеть третий элемент. Начало, точка начала – это творение. Творение, которое описано в самом начале книги «Пытия», книги «Берешиф», творение, которое дает нам понимание следующих очень важных моментов. Ведь на самом-то деле, в скобках мы отметим, что миф или история творения приводит огромное количество цивилизаций, огромное количество традиций. В чем же принципиальное отличие того, как история творения описана Торы, описана еврейская традиция, от того, как это описано, например, какой-нибудь там мифологией, скандинавской или греческой, или еще какой-нибудь другой. И вот здесь нужно выделить несколько очень важных элементов, которые совершенно радикально отличают еврейскую традицию, еврейское понимание творения мира от общепринятого понимания, которое было в езычестве в мире. В творении есть единство целей, есть направленность. Мы видим в самой первой главе, творец, каждый из дней творения продолжает свой замысел, замысел находит осуществление. Веритутся к тому, слова самого Творца, который говорит «Воиме то, вот хорошо, замысел Творца осуществлен в сотворении». Кстати, еще одна достаточно радикальная и вейская мысль о том, что хорош не только творец, который сотворил этот мир, но и сам этот мир хороший. Все, что в этом мире в целом, хорошо и благо. И, наконец, когда мы с вами движемся к концу шестого дня, мы приходим постепенно к все более сложным уровням сотворенного, к все более сложным уровням эволюции того, что сотворено в этом мире. И мы достигаем этой пирамиды, вершины этой пирамиды в человеке, который приходит в этот мир, как описывает нам Мегаш, на все готовое, подобно тому, как царь приходит, когда банкет, когда стол уже накрыт. И человеку, который сотворен по образу и подобию Творца, дана цель. И цель эта описана, как мы видим, и в первой, и в второй главе. В предыдущих лекциях мы уже немного касались этого. Человек имеет ответственность за мир и несет ответственность за мир, в котором он находится. Ему сказано, что он должен этот мир возделывать, он должен совершенствовать его. Он, по сути, наделен властью практически равной власти самого Творца, как говорят мудрецы Талмуда. Есть дворец этого мира, который хозяин мира наверху. Есть человек, казалось бы, бренный, земной, который хозяин этого нашего с вами мира внизу, здесь. Физического мира, в котором мы с вами находимся. И это, прежде всего, не столько дает нам права, сколько дает нам ответственность. Мы этот мир должны не испортить, мы должны его не уничтожить. Мы должны его сохранить и возделывать, преобразовывать и улучшать. Отсюда мы видим, в общем, духовную идею того, что прогресс в этом мире обязательно необходим. Это часть замысла Творца, и прогресс подразумевает не только и не столько материальный, материалистический прогресс, сколько прогресс духовный. Прогресс в постижении замысла Творца и его реализации. Творение. Итак, это начало. Точка начала, которая дает нам сразу место и роль человека в этом мире, цель творения и единство замысла Творца, которое мы наблюдаем, потому что во всех других мифологиях, истории творения у нас всегда есть какой-то конфликт, какой-то хаос, какая-то неразбериха. Здесь мы видим, что все упорядочено, все подчинено воле единого Творца. Ну и это точка начала. Точка конца – это реализация божественного замысла в конце истории. И это геулла, это избавление, это приход Машеха. Об этом сегодня мы еще немного поговорим. Идея прихода Машеха, идея того, что божественный замысел в итоге будет реализован и осуществлен, конечно, одна из центральных идеевских идей. Ну а что же происходит между точкой начала и точкой конца? А это мы с вами, это наша с вами история, это конфликт. Конфликт, который был отписан Смитом между замыслом Творца, с одной стороны, и тем, что мы часто оказываемся не способны или не в состоянии осуществить этот замысл. В этом-то и есть наше предназначение, наша обязанность, наша работа. И для этого нам дана Тора на горе Синаи. Поэтому драма, которая развивается в истории, то, как смотрит на эту еврейскую традицию иудаизм, это, в общем-то, та задача, которая дана всему человечеству и еврейскому народу как катализатору процесса пробуждения всего человечества, который принимает на себя больше, чем просто всем заповедям. Принимает на себя 613 заповедям и горе Синаи. И благодаря этому завету он наделен силой и возможностью по-настоящему преодолеть свое собственное злое начало и реализовать замысел Творца, который, в общем-то, изначально был сформулирован на самых первых страницах книги Тора. То есть здесь мы видим очень четкое направление движения от начала к концу. И вот в рамках этой очень важной схемы, о которой мы сегодня говорим, творение, откровение на горе Синаи и реализация божественного плана, божественного предназначения в приходе Машефа, в избавлении Геула, творение, откровение, избавление. Вот этот, может быть, немножко схематически так обрисованный, но в динамике происходящий в нашем с вами мире процесс, вот именно под этим углом зрения и смотрят Тора, еврейская традиция, еврейские мудрецы, из поколения в поколение на все то, что в еврейской истории и вообще в мировой истории с нами происходит. Ну и на самом деле здесь есть еще один очень важный момент. Что происходит, если история демонстрирует нам то, как Бог поворачивается к нам спиной? Что происходит, если мы с вами, желая услышать голос творца в истории, натыкаемся на то, что не слышно никакого голоса, ничего не слышно. И надо сказать, что эта проблемартика появилась не в 20 веке, и где был Бог во время катастрофы, это вопрос, который на самом деле задавался нашими мудрецами, может быть, речь не шла о современной катастрофе, речь шла о катастрофе разрушения храма, задавался очень давно. И действительно исторический опыт, который у нас с вами есть, позволяет нам посмотреть и понять очень глубоко то, как реализуется божественный замысел в истории, и что это не всегда бывает очевидно и не всегда бывает зримо. И первый тому яркий пример нашей с вами истории – это, конечно, вавилонское изгнание. И именно в вавилонском изгнании рождается такое понимание истории, что на самом-то деле творец часто скрывает собственное лицо, он не проявляет себя в истории открыто, и это часть его замысла. Я приведу здесь известное высказание мудрецов, которое я даже не выделил здесь в цитаты, о том, как мужи великого собрания, которые, в общем-то, поколение мудрецовского изгнания, и которые стоят на рубеже двух эпох – завершение эпохи пророчества и начало новой эпохи, эпохи иерогинистического иудаизма, эпохи учителей Талмуда, которая, в общем-то, начинается с начала эпохи второго храма. Потому что пророчества мы с вами уже не встречаем в начале эпохи второго храма. И вот мужи великого собрания, почему они так названы, почему, в чем же есть величие? Спрашивает Талмуд и говорит, величие их в том, что они вернули корону ее владельцу, то есть Творцу. Ведь Творце было известно, что он что он великий, могучий и грозный. После чего приходят Ермияу и Даниэль и лишают его сначала его грозности, а потом его величия. Ермияу и Даниэль жили в поколении разрушения храма и видели страшную трагедию в рейского народа. Они не могли уже говорить о том, что Бог, который не защищает свой народ, проявляет свою грозу и проявляет свою мощь. Где же эта гроза, где же эта мощь? Где же эта гроза, когда еврейский Бог слышит страдания собственного народа и ничего не делает, чтобы свой собственный народ защитить? Кстати, здесь мы видим поразительный пример честности. И то, как мудрецы описывают нам, в общем-то, эту очень непростую, сложную диалектику, вопрошание Бога, где ты был, что происходит. Здесь нет такого аполитического подхода, давайте как-нибудь все объясним, загладим, успокоимся и не будем задавать очень сложных вопросов, на которые мы не найдем ответ. Здесь есть понимание того, что если Бог, его голос не звучит, здесь есть очень существенная проблема. Бог, который должен защищать свой народ, молчит. Это понимает Еммиял, это понимает Даниэль, но это же понимает ему уже в виде того собрания, которым было явлено возвращение. И который теперь уже видит продолжение, уже совсем из другой точки истории, продолжение этого диалога еврейского народа и Творца. И уже находясь в этой новой точке истории, уже выйдя из вавилонского изгнания, они могут совершенно по-другому посмотреть на эту проблематику. И говорят они правительную вещь. То вот в этом-то и есть его могущество, и в этом-то и есть его грозность, его гроза в том, что он молчит. Он Бог, который молчит. Он Бог, который позволяет народу, который овечка среди 70 волков, уцелеть и не быть уничтоженным. Казалось бы, мог он нас возвысить и сделать нас действительно намного более существенным фактором мировой истории, а не маленьким народом. Но такова его воля. И вот это новое понимание, которое приходит к нам в истории, приходит в вавилонском изнании, и которое во многом продолжается уже в эпоху мудрецов Талмуда. Мы видим, кстати говоря, и в той истории, которую я проводил на прошлой неделе. История камца и барканца. Ведь смотрите, храм разрушен. И кто в этом виноват? Кто виноват в том, что храм разрушен? Самый простой ответ на этот вопрос. Конечно, виноваты в этом римляне. Конечно, виноваты в возрушении первого храма вавилоняне. В возрушении второго храма римляне – это самый простой, логичный вопрос, логичный ответ на вопрос, который дал бы, наверное, любой человек на месте еврейских мудрецов. Но мудрецы желают увидеть голос Бога в истории. Они задают, на самом деле, намного более глубокий вопрос. Их не интересует на самом-то деле простая вот эта внешняя форма событий, которая происходит. Они пытаются услышать здесь голос Творца. Что же Всевышний нам говорит об этом страшном событии? Что на самом деле здесь происходит? И они находят в себе мужество посмотреть в глубину собственной души и сказать себе следующее. Второй храм разрушил напрасная ненависть. Ведь если второй храм разрушил римский полководец, пицц, я с этим простой евреем ничего поделать не могу. И означает, что я, в общем-то, и ко мне Всевышний не обратился. Произошли какие-то события, которые непонятно на самом деле, чему пришли нас научить. Если я вижу в происходящих событиях возможность исправления, это говорит нам о том, что катастрофа, которая произошла, она была не напрасна. Вот в состоянии извлечь из нее определенные уроки, сделать для себя выводы. Если напрасная ненависть разрушила храм, то, как говорит Равкук в богословенной памяти, беспричинная любовь, а в адхинам, она храм должна восстановить. И нам с вами понятно, почему мудрецы говорят нам о том, что каждое поколение, которое не восстановило храм, как бы его разрушило. Потому что на самом деле мы-то возлагаем ответственность на себя, мы не обвиняем Фита, мы не обвиняем Виспесиана. Мы понимаем, что это все всего лишь пешки на шахматной доске Всевышнего, то по большому счету это призыв, который обращен к нам, исправить, осуществить это исправление. И пока исправление не осуществлено нами, но сегодня мы, к сожалению, видим много примеров того, как нам еще предстоит многое сделать для того, чтобы осуществить это исправление. Получается, что, в общем-то, мы, обвиняющий ферст, направляем не во внешний мир, а к самим себе. И тогда у нас есть действительно возможность что-то изменить, что-то исправить в истории. Тогда у нас есть возможность ответить на вопрос, к чему меня история учит. При таком подходе, при подходе к Тариасовскому, история Камца и Барканца, как пример такого подхода, учит нас очень многому. Учит нас тому, что сегодня нам надлежит сделать. Ну и... Здесь была еще одна интересная цитата, которую я хотел вам привести. И цитата из, опять же, Талмуда, из трактата Синедрион. Сейчас я хотел поговорить с вами немножко о третьем элементе, о мессианстве, о мессианском освобождении, о приходе Машеха. Тема, которая в наше время гуссируется очень широко. И вот есть разные совершенно подходы к тому, кто такой Машех. И мы можем вспомнить с вами движение Любальческое, Хаббат, которое объявило своего последнего Реда Машехом. Что, в общем, не стало столь удивительным. Мессианские чаяния в еврейском народе всегда были очень сильны. Наверное, естественно, для хасидского направления видит в своем Реде воплощение этих чаяний. Мы можем вспомнить также и то, что образование государства Израиля, которое не столь давно произошло, в общем, стало очень ярким событием не только еврейской истории, а и общей мировой истории, событием кардинальным. И, опять же, мы можем говорить о том, что, в общем-то, пророчества, древние пророчества, которые в наши дни осуществляются, говорят нам вроде бы о том, что вот оно, мессианское время. Время пришло. И вот интересно посмотреть, как в историческом контексте смотрят на вопрос о приходе Машеха, нашей мудрецы. И, опять же, здесь я привожу вам притчу, пожалуйста, да, притчу, которая обличена в форму реальной истории. Ради Ашоба Млери сидит у входа в пещеру Абышевна Бабиха и встречает пророка Ильяу. Тема о том, что пророк Ильяу, предвозвижник прихода Машеха, пророк Ильяу, который придет перед прихода Машеха и даст ответы на все наши затруднительные вопросы, эта тема в Талмуде встречается очень широко. И вот пророк Ильяу, он является, конечно, праведным блюден, появляется перед Ашоба Машеха, который спрашивает его, достоин ли я жизни в будущем мире. На что он дает ему достаточно уклончивый ответ, если предполезет захочет, он ты удостоишься. Тогда Ради Ашоба спрашивает его, когда придет Машеха. Вопрос, который всех надо беспокоить, когда же придет Машеха. Ильяу говорит ему парадоктальную вещь. Пойди и спроси у него самого, знаешь, когда он придет. Пойди и спроси у него, вот он тут. Где же он находится, недоумевает. Ради Ашоба, Ильяу говорит, сидит у ворот Рима. Ну, Рим, как вы понимаете, это символ. Рим это не случайно совершенно, да, Римская империя. Рим это самый могущественный город того времени. Машех сидит у ворот Рима, как вы же его примеры. Он сидит среди нищих, пораженных болезнями и ранами. И все они снимают повязки со всех своих ран одновременно и перевязывают все их заново. Он же снимает одну повязку, перевязывая рану и возвращает повязку на место. Затем снимает следующую. По отдельности. Ибо если призовут его, он не должен задерживать. Тут такой интересный образ. Машех не как царь, как мы привыкли себе мыслить. Машех помазанных Божий. Машех, как мы видим, со страниц Рамбова на нас смотрит такой еврейский царь. Мы здесь видим нищего, сидящего у ворот Рима, который чуть ли не прокаженный, весь в ранах, в повязках, но который помнит, помнит о своей миссии, он не забывает ни на секунду. Потому что в любой момент, в любой момент он может понадобиться. Поэтому он даже все свои повязки, обратите внимание, по отдельности снимает, чтобы не тратить лишнего времени. Как только его призовут, он будет готов. Ну и Радошел, конечно же, отправляется к Машеху Брин. Дальше они встречаются. И вот их диалог. «Мир тебе, господин учитель!» Тот ответил, «Мир тебе, сын Леви!» Никак не удивлен вообще. Явился еврейский мудрец, встретился с ним. «Мир тебе, он ему говорит!» Спросил он его, «Когда придешь?» И он ему отвечает, «Сегодня!» Еще один парадокс. Мало того, что Машех, то на самом деле вот он уже здесь. Он оказывается, вот он уже и пришел. Сегодня он придет. Вернулся до Шоба, Мевик и Илья. И спросил тот его, «Что сказал тебе Машех?» «Сказал он мне, «Мир тебе, сын Леви!» Илья сказал, «Это значит, что обещано тебе и твоему отцу место в будущем не есть». Ну, великолепно. Хорошая новость. Благословил, значит, место в грядущем мире гарантированно. Ну и тут, «Гошо, бы Леви не сдержался!» И говорит Илья, он мне сказал, «Неправду!» Очевидно, день прошел, Машех не пришел. Сказал, что придет сегодня, но не пришел. И смотрите, что говорит Илья. «Сегодня» — это не сегодняшний день. А то, что он имел в виду, это то, что сказано в Псалмах Давида, «Айон имбеколотишмау» — «Сегодня, если вы послушаете его голос». Если вы услышите голос Творца. Вот здесь мы видим очень интересное понимание того, что сегодня — это на самом деле каждый день. Каждый день — это сегодня. По большому счету, у нас нет вчера. Мы очень хорошо помним то, что произошло в прошлом. И мы стремимся к будущему. Все начинается с Творения, и все идет к Геулла, к освобождению, к избавлению. Но точно так же, как Творение первого человека, как говорит Рамбан. По большому счету, каждый из нас — это первый человек. И поэтому история греха первого человека — это история каждого из нас. История не смотрит на нас состранить книг, с которых можно сдувать пыль. Она происходит в мире. Она во многом повторяется с нами, с каждым из нас сегодня. Так же и будущее обращено к каждому из нас с определенным требованием, с определенным призывом. Сделай так, что Машеев пришел. Все в своих руках. Это может произойти сегодня. И тут можно, наверное, отметить еще один очень мощный элемент мессианской идеи, которая действительно заразила, благодаря этому еврейскому пониманию, две другие монополистические религии — крестьянство и ислам. И эта идея, как говорит рабам, в общем, одна из центральных еврейских идей, безусловно, говорит нам о том, что мир, который мы каждый день стремимся сделать лучше, и верим в то, что это время наступит. Время наступит не когда-то там, в будущем, очень-очень отдаленном. Оно может наступить уже сегодня. В наших с вами силах его привести. Вот эта идея, она очень мощная, она подстегивает нас, каждого из нас к деятельности. И, ну, мы можем вспомнить пример того, как уже не совсем в еврейском ключе, уж точно не в еврейско-традиционном ключе, у нас есть примеры того, как вот это мессианское понимание, мессианские чаяния пытались воплотить. Можно вспомнить пример тех же коммунистов. И Фридрих Эмбельс, кстати говоря, обращался к вопросу о том, почему среди коммунистов такое большое количество евреев. И Фридрих Эмбельс говорит, они заражены идеями пророка о социальной справедливости. Сюда можно добавить также и то, что мессианские чаяния, понимание того, что этот мир обязательно должен стать лучше, что это в наших с вами руках призывают нас к действиям. И тут, безусловно, есть определенный опасность. Что происходит, если действие это оторвано от желания услышать голос Творца в истории, если это действие, добьемся освобождения своей собственной рукой, в общем-то, часто идет вразрез с тем пониманием мира и тем пониманием того, как этот мир устроен, который несет нам еврейская традиция. Мы здесь видим очень мощный конфликт. Этот конфликт в еврейском мире был конфликтом отток и детей, когда целое поколение уходит в постояне коммунизма. Ну и тут можно вспомнить не только коммунизм, мы можем вспомнить и сетский хионизм, который, в общем, тоже пытается решить проблематику, очень острую проблематику еврейского народа созданием государства, которое будет панацеей и решением вопроса о еврейской исключительности. По большому счету, Герцель пытается создать убежище, которое сделает так, что не будет больше антисемитизма, не будет больше притеснения по отношению к евреям, потому что мы станем нормальными, станем, как все другие народы мира. И здесь, конечно, мы тоже видим своего рода иронию судьбы. Образуется государство Израиль, которое продолжает оставаться тем самым изгоем. И антисемитизм приобретает новое измерение. Теперь есть и антисемитизм. Теперь антисемитизм есть не только по отношению к отдельным евреям, но и ко всему государству, ко всей стране. Израиль становится страной, против которой в организации объединенных наций, которая, в общем-то, как бы призвана нести мир во всем мире. Самое большое количество санкций, протестов обречено именно к нам, к нашей стране. И антисем произошел форму расизма, расовую дискриминацию. Все это неудивительно. По большому счету, нам никуда не отвертеться от своей роли в истории. Создавая государство, мы не можем создать такое же точное государство, как любое другое в этом мире. И мысль о том, что мы сможем с вами создать на Ближнем Востоке нашу ближневосточную Швейцарию, жить спокойно, мирно, как Тихий и Дургер, где-то там, как мы видим, сталкиваются с очень жесткой реальностью нашей с вами жизни. Никуда нам не уйти от нашего божественного предназначения. Ни лично каждому из нас, ни нашему народу в целом. И вот здесь цитата из Эммануэля Лезвиноса «Трудная свобода». Цитата, которая немножко, как мне кажется, балансирует наши мессианские течения и устремления, потому что мы видим, что часто они разбиваются даже в нашем еврейском, религиозном мире, а может быть, излишний наш энтузиазм и нежелание немножко посмотреть спокойно на то, что действительно происходит вокруг нас. И тут можно вспомнить не только любая этих хасидов, а можно вспомнить, может быть, и некоторые религиозно-сионистские круги, которые с большой уверенностью говорят нам о том, что вот оно уже наступило, вот уже первые шаги мессианского освобождения. Нам всем этого очень хочется видеть. Все надеемся, что это действительно так. А что делать, если пройдет еще сто лет и мы с вами окажемся там же? Смотрите, что говорит Эмманер Левинов «Трудная свобода». Четвертая цитата. Не мессианство не заставит человечеству готовому надеяться и узнавать свои надежды во всем, что предвещается, самоутверждается, одерживает победу, выдает себя за достижение цели. Отныне всякий национализм носитель мессианского провозгласия, всякий народ избранник. Монотеизм – это не только отвращение к идолам, но и чутье на лжепророчество. Нужно особое терпение, нужен иудаизм. Смотрите, иудаизм, она придирает, как вот эту мудрость поколений, как терпение, чтобы отвергнуть преждевременные мессианские притязания. И дальше, конечно же, Левинец обращается к проблематике современного Израиля. Израиль, который стал во многом для еврейского религиозного мира очень большим попросительным знаком, как относиться к этому феномену. Израиль – государство, которое, казалось бы, исполняет пророчество древности. С одной стороны. С другой стороны, люди, которые осуществляют исполнение этих пророчеств, во многом подходят от Тора. Делают они это очень часто не во имя Торы, а во имя совсем других целей. Светкий национализм, какое-то свое собственное понимание социализма и так далее. Мы можем, конечно, с вами вспомнить, что практически все отцы-основатели были людьми не только нерелигиозными, но часто и антирелигиозными. И тут у нас есть три возможных подхода к этому вопросу. Один – это принять безоговорочно то, что эти люди делают, и присоединяются к ним. Другой подход, полностью противоположный, который в религиозном лагере был представлен в основном и до сегодняшнего дня представлен частью ультра-отодоксов, безоговорочно не принимать их, потому что эти люди, вместо того, чтобы заниматься реализацией замысла Творца, казалось бы, на первый взгляд, ему противоречат. они не соблюдают Тору, они, в общем-то, действуют не во имя Творца и не во имя Тора. Но есть и третий подход, и этот подход очень интересный, подход Равкука, и подход во многом национально-религиозного лагеря в Израиле, подход, который говорит, давайте посмотрим немножко глубже на то, что происходит. И Равкук приводит здесь поразительную совершенно мысль, аналогию, опять же, из нашего прошлого, о том, как строился храм. Ведь говорит Равкук, когда строили храм, строители были простыми людьми. Это не были какие-то великие вейские мудрецы. И они могли войти в святые святые храмы. То, что совершенно невозможно, когда храм будет построен. Только переосвещение, только в день Юнки-Пур может туда войти. Но пока храм еще не построен, пока он строится, он строится руками вот этих рабочих. И рабочие, эти самые простые люди, простые смертные люди. Откуда нам знать, почему божественное проведение, которое управляет ходом истории, выбрало именно их? Не нам с вами судить, и не нам с вами знать это. Вот что говорит Равкук. И получается поразительная картина, при которой мы понимаем, что замысел Творца часто выходит за рамки наших стереотипов. И действительно, государство Израиль, конечно, еще не реализовало свое членное предназначение. Но, возможно, мы здесь видим начало, и, возможно, Творец обращается к нам с новым призывом. Государство – это тело, которое необходимо наделить еще еврейским духом. Это с одной стороны. А с другой стороны, я привел здесь цитату Левиноса, которая, как мы видим, видит в Израиле идею, значение, глобально и выходит за рамки того, что очень часто понимается обыденно, понимается теми людьми, которые, казалось бы, выступают за Израиль. Левинос говорит нам совершенно другие вещи. Значение государства Израиля, говорит Левинос, заключается не в осуществлении древнего обетования, казалось бы, вот оно, исполнение пророчеств, но не в этом значении Израиля, и не в первых шагах эры материальной обеспеченности, потому что многие, конечно, видели в Израиле решение своих практических вопросов, а тот же герцог, может быть, не вопрос материального водополучия, но вопроса безопасности силы еврейского народа, представившейся, наконец, возможности воплотить в жизнь социальные законы иудаизма. Левинос говорит о том, что государство Израиля создает возможность для нас всех реализовать еврейский идеал, если до того момента, пока существует Израиль, мы с вами как индивиды, как личности можем что-то сделать, можем соблюдать заповеди, но заповеди Тора ведь даны нам как народу целиком, и это означает, что мы должны исполнять их как народ целиком, то есть мы должны, в общем-то, иметь возможность для того, чтобы построить общество, которое будет руководствоваться замыслом подца, его стандартами, его пониманием того, что такое свобода, что такое социальная справедливость, что такое хэссет и так далее. Вот такое общество мы и можем построить сейчас, когда у нас есть такая возможность, у нас есть государство Израиль. Иудейский народ жаждал своей земли и своего государства не из стремления к бессодержательной независимости, а ради дела своей жизни, которую он смог наконец начать. До сих пор исполнял заповеди, позднее он занесал искусство литературы, но все эти свершения, где он разал себя, оставались как бы пробами сил затянувшейся молодости. И вот наступает наконец время создать шедевр. Мучительно быть единственным народом, определяющим себя через лечение от справедливости, и в то же время быть единственным народом, не имеющим возможности воплотить его в жизнь. Разорванность, ощущение растения, вот она наша самая история, правда, поколение Галута. В подчиненности государства социальным обетованием мудаизма выражается религиозное значение в воскресении Израиля, чье присутствие на земле, как и в древние времена, образуется практикой справедливости. То есть на самом-то деле Израиль несет миру возможность реализовать замысел фарца намного более полно, чем на уровне просто отдельного человека, а на уровне целого общества. И, ну, я смотрю на время, у нас там уже 9 часов, к сожалению, я не успеваю процитировать еще один интересный отрывок из Левиноса, где он призывает нас не торопить конец, не пытаться увидеть в том, что сегодня происходит, вот оно, вот оно, вот Машех уже пришел, мы с вами уже там. Это очень опасно, и Левинос приводит пример опять же из еврейской истории. Мудрецы говорят нам о том, как колено Эфраима не просчиталось и пыталось выйти из Египта раньше положенного времени. Нам необходимо запастись терпением. И, с одной стороны, в исторических событиях обязательно руку Творца понимая, что он ведет с нами диалог и сегодня, запастись немножко терпением. Когда эти в Израиле показывают цевлону, немножко терпения, и с Божьей помощью мы действительно живем в удивительную эпоху, когда чудеса происходят у нас с вами на глазах, и мы даже не замечаем их. И мне хочется пожелать всем нам, чтобы мы действительно видели чудеса вокруг нас и слышали голос Творца в истории и в жизни каждого из нас. Я буду рад ответить на вопросы, если у нас еще немножко осталось время. всем спасибо за внимание. есть вопросы у нас? Ну, если нет, то тогда еще раз спасибо и всего хорошего. Окей, спасибо. Замечательная лекция. Вопросы, пожалуйста, если созреют, либо к следующему разу и озвучить на следующей лекции, либо можно использовать форум, который на странице курса. Всем всего самого хорошего и до свидания. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания.